Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу сделать долгожданное видео-ответ-вопрос. Уже давно я не делала такого видео, и сегодня вот решила поотвечать на ваши вопросы. Итак, не будем тянуть время и начнём. Итак, первый вопрос. Кать, вот ты знаешь русский, каталанский, английский, испанский. На каком языке ты думаешь? И на каком языке ты смотришь фильмы? Тут хочу сделать такую поправочку. Дело в том, что английский, каталанский, я в процессе обучения, а вот знаю только русский, испанский и украинский. Думаю я по-русски, фильмы смотрю по-русски. Если мы, например, идём с моим молодым человеком в кино, то, конечно, мы смотрим на испанском фильмы, потому что здесь на русском фильмов нет. Вот, ну а думаю я по-русски и смотрю дома, передачи, фильмы и всё остальное, мы всё смотрим на русском языке. Катюша, куда бы ты пошла, в парк или кафе? Я бы, наверное, убила одним выстрелом два зайца. Я бы сходила и в парк погуляла, если, например, это холодное время года, я бы погуляла в парке, я немножко замёрзла и пошла бы в кафе греться горячим кофе с молоком или горячим шоколадом. Откуда у тебя взялась пума? Кто тебе её подарил? Пумочка у нас взялась, она у нас была запланированная кошка, мы ждали, когда она родится, мы ждали, когда ей исполнится, там, по-моему, два с половиной месяца. Вот, мы её купили с Ваней, это наша такая доченька, наша кошечка, она была запланированная, как я уже сказала, поэтому мне, ну, как бы это не было, это не то, чтобы мне её подарили, мы просто с Ваней завели себе, с моим молодым человеком завели себе вот нашу кошечку-пумочку. Как ты захотела снимать видео и как ты узнала о Ютубе? Я узнала о Ютубе, я даже не помню, как это дело произошло, дело в том, что я смотрела разные макияжи в интернете и наткнулась на вот этот вот сайт Ютуб и меня засосало, засосало, засосало. Я смотрела американских блогеров, а потом уже спустя время наткнулась на русских и начала всех смотреть. И потом, не знаю, как-то мне тоже захотелось снимать видео, я долго не могла зарегистрироваться на Ютубе, это вообще смешная история, вот, но у меня всё получилось, я зарегистрировалась, начала снимать видео, начала их добавлять, меня начали смотреть, вот так вот, в принципе, всё и началось. Сложно ли учиться на испанском языке? У вас есть физкультура там, где ты сейчас учишься? А когда я... на испанском языке, знаете, когда вы знаете язык, понимаете, то совсем не сложно, так же самое, как по-русски, на русском. Если вы русский знаете, вам, ну да, возможно, есть какие-то сложности, но вы как-то себя уверенно чувствуете, и если ты знаешь язык, то нет проблем учиться, вот. Там, где я сейчас учусь, у меня физкультуры нету, но когда я заканчивала школу, именно школу-школу, вот здесь испанскую, то у нас была физкультура, и у нас была по физкультуре теория. То, что меня удивило, потому что, когда я уехала в Испанию, у меня теории не было, мы только, ну, бегали, прыгали, там, занимались и всё. А здесь нет, у них есть книжки, тетради, и у них здесь есть теория по физкультуре. Это то, что для меня было таким... теория? Странно как-то. Катя, ты когда-нибудь была в Северомарске? В Северомарске. Нет, я там ни разу не была. Ты наращивала ногти сильно, они портятся? Я наращивала ногти не один раз, и сейчас не наращиваю, и не хочу, потому что действительно натуральные ноги всё равно портятся, и не знаю, как у всех, но не буду подгребать под одну гребёнку, вот, лично мои ногти очень сильно реагируют на наращенные, они ужасно портятся, и потом мой очень-очень долго восстанавливается, поэтому, как бы, мне нравятся наращенные ногти, но, если честно, у нас в Испании, именно там, где я живу, у нас как-то это не особо, не знаю, модно, вот, в основном сейчас все с натуральными ходят, и либо делают гель-лак, вот, но, да, я наращивала ногти, и я пожалею свои лопаточки, поэтому у меня очень долго восстанавливались после наращенных. Ты бы хотела попасть в своё будущее или в прошлое? Я не в прошлое и не в будущее не хочу попадать, не хочу попадать в будущее, потому что зачем тогда жить, если вы будете знать своё будущее, тогда будет неинтересно, не знаю, я... Я не хочу не попасть ни в будущее, ни в прошлое, в прошлое зачем попадать? То, что было, то уже прошло, даже если есть какие-то ошибки, значит, суждено тому быть, а в будущее, не хочу в будущее, потому что я считаю, что нужно жить сегодняшним днём, и, да, конечно, нужно думать о будущем, но я не хочу туда заглядывать, и не хочу смотреть, что же будет со мной в будущем, как-то так. Катенька, скажи, пожалуйста, у тебя было такое, что ты снимаешь видео про макияж, и тут у тебя выключается твоя камера? Да, было, и было очень часто, и я ненавижу, когда камера выключается. Дело в том, что я, когда снимаю видео, иногда я одна, нахожусь в комнате, допустим, как сейчас, иногда со мной находится Ваня, и он, как бы, периодически смотрит, проверяет, снимает ли камера, есть ли фокус и всё остальное. Вот, но иногда, когда я одна, я снимаю макияж, и поначалу это было жесть полная, потому что камера выключалась, то есть у меня камера, она записывает только по 10 минут, 10 минут выключилась, 10 минут выключилась, 10 минут выключилась, вот. Поэтому иногда выключалась, и когда я пересматривала, я думаю, блин, и я шла, умывалась, и заново красила, и заново, и вообще это было жесть. Да, бывает такое, и очень даже часто, скажу честно. Катя, привет, Катя, ты в видео так много раз кушаешь, перекусываешь, но всё равно такая худенькая, как так? Дело в том, что, не то чтобы я много ем, дело в том, что, я не знаю, знаете вы или нет, но человек должен кушать где-то раз в 5 в день, но по чуть-чуть, а тогда желудок постоянно работает и перерабатывает всё, то есть не откладывается. Я никогда себя не... никогда не делала то, что вот мне нельзя, это кушать я не буду, это, короче, я никогда не садилась на диету, да, я садилась на диету, но это кончалось буквально через полчаса. Я всегда кушала всё, я кушаю майонез, я кушаю чипсы, кушаю сухарики, кушаю хлеб, каши, макароны, пиццу, пасту, я кушаю всё, но в меру, в меру, и я кушаю абсолютно всё. И почему я не поправляюсь? Наверное, правильно я питаюсь. Я кушаю по чуть-чуть, но много раз, и вот так вот. Что-то я как-то корявенько ответила на этот вопрос, но я думаю, вы меня поняли. Знаете, я уже дошла до самого конца, и есть очень много вопросов, вот хочу обратиться к девочкам, раз так вот я уже вот сижу, хочу обратиться к девочкам, которые задают мне вопросы очень даже личного характера. Вот, их огромное количество, огромнейшее, я просто хочу сказать вам, что насчёт моих отношений с Ваниными родителями, насчёт того, как мне было сложно или не сложно, насчёт того, как мы переживали, не переживали, как они ко мне относятся, как я к ним отношусь, вот. Я на такие вопросы отвечать не буду, и вы, конечно, меня извините, Бога ради, но это очень личные вопросы, и я не хочу это выставлять на всемирное обозрение, либо рассказывать, потому что у каждого свой опыт, и я этим делиться не хочу. Очень много насчёт этого вопросов, ещё много вопросов, как мы познакомились с Ваней. Отвечала я на такой вопрос, так что пересмотрите, пожалуйста, видео «Вопрос-ответ», кому интересно, и вы там обязательно найдёте ответ на этот вопрос. Значит, большое, огромное количество, все интересуются Ваней, вот. Насчёт фильмов были вопросы, тоже есть у меня видео «Топ-5 любимых фильмов». Насчёт сериалов будет скоро отдельное видео, вот. Ну, я думаю, на сегодня это всё, больше таких вопросов особых не было. Тут в основном даже многие девочки между собой переписываются, вот. Так что, надеюсь, вам было интересно, оставляйте свои комментарии, оставляйте, конечно же, вопросики новые, но, пожалуйста, не на личную тему, а на тему бьюти. Вот, в группе ВКонтакте «Вопрос-ответ-2». Всем огромное спасибо, подписывайтесь на мой влоговый канал, там выходят видео каждый день, вот. А также подписывайтесь на мой бьюти-канал. Всем огромное спасибо, всех люблю, целую, всем пока-пока.